Мать погибшей пятилетней девочки и жена Сергея Фичко, Елена Корецкая, сегодня впервые появилась в зале суда. Операторов в очередной раз не пустили, поэтому показать мы ее не можем. Но можем поставить аудиозапись, на которой Елена обращается к родственникам виновника происшествия. Допустила езду пьяного мужа на автомобиле. Любая адекватная женщина не дала бы ему ключи. Или как минимум нажала бы на тормозах. Вы пролетели весь Ленинский на красный свет. Крест Ленинский. Для нас, для меня и для Евгения это мышленное убийство. Сегодня суд закончил слушать показания свидетелей и перешел к исследованию материалов дела. Обвинитель перечислил все имеющиеся доказательства, а также показания свидетелей. Из всего перечисленного следует, что Руденко проехал на красный, значительно превысив допустимую скорость. От химической экспертизы после трагедии он отказался, но известно, что перед ДТП он выпивал вместе с женой в ресторане. У нее в крови обнаружили алкоголь в концентрации 2,6 промилле, а это тяжелая степень опьянения. После суда впервые дал интервью Евгений Нагорнев, отец погибших трехлетней девочки и женщины. Он рассказал о странном поведении подсудимого Руденко на протяжении всех трех процессов. У человека понимания нету о содеянном. Для него это, что он совершенно равносил, что он там ворону или курицу сбил. Также Евгений рассказал о поданном на первом заседании гражданском иске. Мне денег на жизнь хватает, я самодостаточный. А то, что семье Сергея нужна помощь, как бы не самая состоятельная семья, вы видите, и по кредитам, по ипотеке, но и в целом по здоровью. Чтобы как-то компенсировать, помочь парням встать на ноги, банально, жилье, образование, я эти деньги передам семье Сергея. Следующее заседание суда состоится уже в этот четверг. На нем, предположительно, уже начнутся прения сторон. Андрей Дригер, Александр Антропов. Наши новости.